ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь. Что мы, собственно, сейчас все делаем очень активно, то его используют, как правило, массажисты, ну, то, что мы видим, да, используют какие-то специалисты лечебной физкультуры. Артём, расскажите, что такое тейпирование, зачем оно нужно и почему оно появилось только сейчас, если это прямо-таки панацея, как заявляют об этом в соцсетях. Ну вот, смотрите, тейпирование на самом деле появилось достаточно уже давно, то есть это начиная с 1983 года мы видим первое исследование по тейпированию именно. Метод на самом деле имеет два направления, то есть есть так называемое кинезиологическое тейпирование, да, то есть которое основано на наклеивании эластичных лент и жёсткое тейпирование. Там эластичность лент применяется достаточно совсем с другими целями, будем так говорить. Жёсткое тейпирование – это уже чисто профессиональная спортивная медицина, применяется при острых травмах, в основном для мобилизации конечностей на самом деле. То есть метод сложный, методу надо учиться, в футболе, например, он часто применяется. Вот, что касаемо вот сейчас, да, этого тренда кинезиологического тейпирования. Используется лента, да, недаром в переводе с английского «тейп» это на самом деле лента. Используется лента, такой так называемый эластический пластырь, который обладает определёнными свойствами. Есть они разные по материалу, но суть одна. То есть это эластические свойства, они позволяют тейпированию смещать кожный покров, например, да, в ту или иную сторону с терапевтической целью. Плюс ещё воздействие идёт из самой ленты на уровне рефлекса на самом деле, то есть у нас есть участки кожи, которые, да, инервируются, и это оказывает влияние, соответственно, на определённые там механизмы, да, мы можем целенаправленно действовать в том или ином направлении. То есть он не расслабляет вот ту зону, на которую наклеивается? В зависимости от того, как я наклею. Потому что на самом деле кинезиологическое тейпирование имеет несколько направлений. Ну вот есть, например, коррекция фасциальной ткани, это один метод. Лимфодринирующая коррекция, это другой метод. Ну и, как я уже сказал, например, нервно-рефлекторная, это тоже ещё один метод. На самом деле метод, он многогранный и очень много в себя включает, будем так говорить. И просто наклеивание ленты в какие-то либо места, либо часто место, на которое болит, не даёт терапевтического результата. Отсюда очень много мифов. То есть сами мы себе наклеить не можем, правильно я понимаю? Ну, нет, не рекомендую этого делать, потому что всё-таки нужно знать строение, анатомию, эти же самые рефлексы, да, смотреть. Я вообще делаю тейпирование через, например, метод, который используется в кинезиологии, мануальное мышечное тестирование, чтобы была обратная связь. Потому что я вот наклеил ленту, как я оказываю влияние на организм? Ну, как бы тут надо посмотреть и потестировать на самом деле. Часто у нас бывает, что растяжение начинает лечить тейпированием, да, так называемые, жёсткие травмы. Нет, конечно, тейпирование для этого не подходит. То есть всё-таки у нас есть классика реабилитации. Тейпирование – это просто вспомогательный метод. Это не лечение, это вспомогательный метод. Вот что касаемо, например, если просто клеить тейпы без нагрузки, соответственно, да, там, по ЛФК, это бесполезно. Если просто постоянно лепить тейпы там, где места болеют, это тоже, по сути говоря, бесполезно. А что касается во время сеансов массажа, то есть после массажа, некоторые специалисты закрепляют тейпы на тело? Ну, это пролонгирование эффекта, соответственно, массажа. В этом есть рациональность. Но опять о том, что как наклеено, куда наклеено. То есть специалист, он всё-таки этому обучается. Есть огромное количество обучающих циклов. Там и с медицинским образованием люди. И, соответственно, исходя из этого, массажист уже смотрит, да, куда надо сместить фасциальную ткань, куда надо сместить кожный покров, чтобы закрепить его, соответственно, терапию надольше. Я использую, например, метод даже при работе с детским церебральным параличом иногда. Потому что, в принципе, тейпирование, оно помогает в некоторых моментах. Не всё, но многое можно скомпенсировать. Можно показать мозгу, например, в каком даже направлении двигать мышцы. То есть тейп, он обладает такими свойствами. При коррекции шрамов, например, тейпирование очень хорошо используется. Но тоже нужно знать и направление, как смещать, и понимать вообще, что такое шрам. То есть, понимаете, метод не настолько прост, как на самом деле кажется. Поэтому есть много моментов, что говорят, что тейпирование не работает. Ну, тейпирование работает, но просто есть определённая сфера влияния. Да, конечно, мы не сможем заменить тейпом связку. Ну, будем рациональны. Если там, например, связка разорвана, конечно, тут нужно, соответственно, хирургическое лечение, консервативное лечение. При вот так называемом, например, болевом синдроме миофасциальном, тейпирование имеет место быть, и оно реально снимает. Надо просто знать, как воздействовать. Самое важное. Потому что даже наклеив ленту, например, при наклеивании, надо рассчитывать, с какой интенсивностью я наклеиваю, какой процент натяжения ленты я использую. Потому что, например, наклеивание с натяжением 10% – это лимфодренирующая техника. А натянул я тейп с 30% натяжения – это миофасциальная техника. И, соответственно, если я буду использовать неправильно, то я и не получу никакой терапии. Метод, он, говорю, что очень интересный, например, в профессиональном спорте. Его реально используют для коррекции, для поддержания. Но ещё раз говорю, он не заменяет консервативных методов. Он их добавляет и дополняет. А откуда это направление вообще пришло? Оно появилось недавно, да? Нет, оно появилось в 1980 году. Это КСЭ у нас, основатель тейпирования. Было введено вообще на самом деле. Ну, такое есть направление – остеопатия. Оно пошло оттуда. Значит, использовались на Олимпиадах именно первое упоминание. Это 1986, 1987 и 1988 год. В США используется в официальной медицине в 1995 года. У нас просто в Россию он достаточно недавно пришёл. Вот и всё. На самом деле первые курсы по кинезиологическому тейпированию я аж проходил 7 лет назад. То есть это достаточно давно. Сама лента просто раньше стоила намного дороже, так как её было ограниченное количество. Поставки были только в Соединённых Штатах Америки. Потом подключился Китай. Сейчас цена ленты, соответственно, упала. Да, и метод начал просто приобретать свою популярность благодаря того, что он стал более доступным на самом деле. То есть и более, так скажем, распространённый в массах. Ну, вот что касаемо, например, там как бы применение его так глобально. Ну, глобально он стал, наверное, применяться. Вот я вижу, что постоянно везде там эти тейпы лепят, кто как попало и куда попало. Это порядка, наверное, ну, года 3, наверное, от всего. Ну, вот 4. А так, на самом деле, кинезиологическое тейпирование уже имеет определённую даже научную базу, которая подтверждена на самом деле. То есть вот противоотёчные есть методы. Я даже работу защищал по кинезиологическому тейпированию и реабилитации после пластики передней крестообразной связки. То есть сочетал классическое ЛФК и кинезиологическое тейпирование. Поэтому у меня даже, по-моему, там одна работа есть и ещё одна там по применению, вообще сочетании двух методов. То есть опять, видите, сам по себе метод, он не существует. Всегда его надо сочетать с четом. А какие специалисты? Каким специалистам мы можем идти? Конечно же, это массажисты, то есть это среднеспециальное звено, инструктора ЛФК. Особенно при работе, например, с ортопедическими проблемами, как дополнительный метод. Также можно использовать это в неврологии, часто используют. Иногда используют в остеопатии. То есть направлений, на самом деле, достаточно много, где присутствуют мануальные какие-то техники. И также техники физической реабилитации. То есть это сумма, понимаете? И отсюда получается, что метод, он по себе и действий, но всегда как бы как дополняющая терапия. Ну это, кстати, да, вы сейчас очень важный миф, на самом деле, развенчали, потому что, насмотревшись Инстаграм, да, того же мы можем сделать вывод, что это чуть ли не панацея буквально от любых проблем. Ну, например, да, то есть используют лимфодренирующие техники. Вот яркий пример так из своей небольшой такой клинической практики могу сказать. Вот, например, приходит девушка с пониженным артериальным давлением. Да, голова кружится, тошнит и так далее, ничего понять не может, что такое, да. Потом я смотрю, у неё следы тейпа на шее. Вот. А налеплено было с очень большим натяжением. И, соответственно, у человека, ну, пошла такая вот реакция вегетативной нервной системы на понижение артериального давления, потому что вот здесь у нас есть, да, узлы, соответственно, нервные, которые могут оказывать влияние на сердечную деятельность. И в целом вообще было налеплено на область сонной артерии. То есть как бы это не есть хорошо. Да, то есть она сама, скорее всего. Ну, вернее всего, может, кто-то посмотрел в Инстаграме, там, да, то есть как бы нужно побыстрее там было что-то налепить, что-то помочь чем-то, и как бы был сделан вывод. Очень много мифов, например, ну, есть вообще противопоказания. Давайте мы коснёмся тейпирования, да, то есть это всевозможное новое образование, которое есть. То есть даже в прошлом, да, когда были у вас там, например, да, этого делать нельзя. Аллергические реакции на тейп тоже не редкость на самом деле. Есть, конечно, гипоаллергическая линейка тейпов, которая применяется, но у них стоимость в два раза выше. То есть в педиатрии, например, там применяются гипоаллергические тейпы. Обычный тейп за 600-700 рублей, который часто всего, да, то есть мы видим из Китая, он часто вызывает аллергию просто того, что клей дешёвый. И идёт очень сильная аллергическая реакция. Отсюда получается, если есть экзема, например, да, то есть тоже противопоказанием является тейпирование. Ну, на самом деле, как бы, вот я бы так даже сказал, вот это лично моё мнение, да, озвучу. Первый период острой травмы связанной с жёстким растяжением связок. Вот даже был процесс у меня такой, ну, как бы, футболисты, например, у нас звонили мне и говорят, вот, Тём, я сегодня травмировался, меня нужно затейпировать. Я говорю, ты когда травмировался? Он говорит, сегодня. Я говорю, так, тейпировать буду спустя 5-7 дней. Объясню, потому что растяжение и отёк, иногда он нам нужен, на самом деле. Ну, в организме нет ничего зазря. И когда я начинаю целенаправленно снимать отёк тейпированием, да, человек не чувствует боли, повторно травмирует связку. Ну, и получится так, у него объём травмы был бы один, я бы затейпировал, да, допустим, боли бы стало меньше, он бы опять побежал по полю и травмировался ещё больше. Так что тут вопрос, я говорю ещё раз, нужно знание, да, ортопедии всё-таки, да, классической травматологии, прежде чем делать выводы и лепить куда попало. То есть, как бы, тут такой момент очень сложный. Плюс всё-таки я в поддержку использую, опять же, также кинезиологию, потому что нужно понимать, как тонус мышц, как нервная система сама реагирует на тот пластырь, который на коже. Потому что бывает, что, как бы, нанесли пластырь, а человеку стало, наоборот, не лучше, а хуже. Либо боль переместилась в другое место. Это тоже бывает, потому что лепят не на то место, которое является реально причиной того, что там, например, болит коленный сустав, да, хроническая боль в коленном суставе, а классовое тепирование, может быть, надо вообще на плечо с противоположной стороны. То есть, понимаете, настолько бывает в нашем организме всё интересно. Так что, вот, по Инстаграму и так далее сейчас это всё модно, конечно, это всё надиктовывается. Как быть здесь действительно? Ну, в первую очередь, да, то есть, как бы, ну, в какой-то степени, да, как тут поступать? Если вы налепили тепирование, да, вам стало полегче, ну, значит, вы попали. Если вам стало хуже, немедленно убирайте. Если ничего не поменялось, это просто красивая лента. В течение какого времени нужно эту реакцию отследить? Это мгновенно мы чувствуем? Полутора-двух минут. То есть, мы понимаем, легче становится или нет, да. Быстро очень. В том и интерес метода, что реально, то есть, как бы, накладываешь тейпирование, просишь человека сделать пару движений, соответственно, мозг начинает по-другому включать мышцестабилизаторы, да, если я, например, фасциальную технику применяю, и боли становится меньше. Также при противоотечном тейпировании, да, я, когда реабилитация коленного сустава после, там, надрыва или пластики передней крестообразной связки на коленном суставе, то же самое. Накладываешь тейп, просишь поделать упражнение, вот, и потом раз, и всё проходит. Вот, понятно, что это, как бы, ненадолго, вот, то, что надо всё равно повторно иногда бывает аппликации накладывать, да, то есть, в некоторых случаях. То есть, это метод такой, я говорю, что это систематически достаточно нужно воздействовать на определённые зоны и так далее. Вообще, терапия тейпа, вот, очень интересна. А сколько носить его, да? А в зависимости ведь от того, как, ну, лимфодренирующий эффект, он в среднем держится 4-5 дней, да. Механическая коррекция – это 3 дня. Не снимая носить, да? Да, ну, он наносится на кожу, да, то есть, там есть тейпы на ХБ-шной основе. Вот сейчас, конечно, новые какие-то нейлоновые пошли, но мне они, ну, откровенно, как специалисту, не очень нравятся, потому что я не понимаю, куда их сдвигать, то есть, они тянутся во все направления. Для меня это не совсем понятно. Моя задача, наоборот, в определённом направлении сместить кожу, кожный покров и также вызвать реакцию по поводу, да, реакцию мышечной ткани. Так что тут, в принципе, вот, лимфодренаж – это получается, вот, 5-7 дней, механическая коррекция – это 3 дня, нервно-рефлекторная порядка также 5-7 дней. Ну, это тоже, то есть, мыться в них можно, если грамотно обработать кожный покров, да, то есть, соответственно, да, ну, как бы протереть обязательно изначально спиртовым каким-то моментом, то тейп, на самом деле, держится долго. Ну, и производитель, конечно, должен быть соответствующий, тейп держится, ну, достаточно долгий промежуток времени и несёт свою терапию. Так что тут надо вот смотреть на этот момент. Сама вот воздействие тейпирования, видите, оно очень многогранно. То есть, вот взять, например, противоотечное тейпирование, лимфодренажное, да, то есть, надо клеить в определённые места, на самом деле, где находятся и лимфатические коллекторы, да, то есть, лимфатической системы нашей, где находится, соответственно, понимать вообще, как он работает. На самом деле противоотечное тейпирование работает в сочетании с движением, например. То есть это тоже мало кто говорит. То есть налепили и сидим у компьютера. А нужно гимнастику какую-то. По идее, да. Потому что когда мы накладываем тейп, то есть на кожный покров, то образуется такая волнистость при движении. Это называется так называемая конволюция. То есть это получается, что мини-помпа такая. И при движении тейп немножко поднимает кожный покров на 0,3-0,4 микрона, потом опускает, поднимает, опускает. Появляется такая лимфодренирующая помпа, и в данном месте я могу локально простимулировать, например, какие-то механизмы. Вот, например, тоже есть исследование, связанное с цветом тейпа. То есть говорят, что психологический компонент, я тоже тут соглашусь, потому что если тейп нравится, то, соответственно, цвет нравится, то тоже есть момент воздействия на психологию. Но 100% доказано, что, например, черный цвет провоцирует нагревание, например, при занятиях спортом. Это логично, да, свежем воздухе, потому что солнечные лучи, черный цвет, он как бы наоборот является более теплоемким в этом плане. То есть можно так еще дополнительно использовать как прогревание. То есть вот нервно-рефлекторный уровень, ну, есть такая, да, то есть механизм у нас спиной мозг, и он инервирует определенные регионы и участки туловища, да, наклеивая тейп, в одном месте я могу добиться стимуляции той или иной, соответственно, да, той или иной зоны нервной системы и добиться определенной терапии. Висцеральные терапии тоже используют для закрепления воздействия на, как бы также на уровне рефлексов. То есть очень интересно. Основано, кстати, на таких исследованиях, которые еще были в 19 веке, это зоны Захарина Гедда. То есть это зоны проекции болезненности органов там и так далее и тому подобное. То есть все это можно применять и достаточно эффективно. У детишек хорошо тейпирование идет при, например, плоскостопии дополнительное, как дополнительный момент, чтобы правильно поставить стопу, да, чтобы простимулировать мышцы подошвы, да, чтобы икроножные мышцы хорошо, чтобы вот эту вот вагусовскую или варусовскую, да, вот эти вот позиции у детей тоже можно корректировать при помощи тейпирования. Но еще раз подчеркну, что все равно это надо сочетать все с гимнастикой. Я говорю это как маленький помощник, который позволяет добиться быстрее результата. Но вот без упражнений, например, лепят тейпирование, ну не знаю, ко мне столько людей приходит, иногда задаешь вопрос, что ты так, да. Ну и нам рассказывали тоже такую вещь интересную очень на повышение квалификации, вот когда последний раз я был в городе Москва, на самой кафедре прикладной кинезиологии мы там тейпирование проходили. Чем меньше ты затратил тейпа для того, чтобы осуществить терапию, тем больше твое мастерство. То есть иногда небольшим участком... Хорошее правило, понятно. Да, небольшим участком тейпа воздействовать в нужное место мы можем добиться больше терапии, чем наклеив полтела, зеброй там какой-нибудь, не знаю. То есть вот такой момент. Понятно, что, говорю ещё раз, метод, он ещё исследуется на самом деле, до сих пор до конца неизвестен, не изучен уровень нейрорефлекторный, то есть сейчас идут исследования, но определённые намётки есть, гипотезы есть. Но то, что это работает, ну, я могу сказать, на практике я это постоянно применяю, как бы регулярно достаточно, да, ну, реально, я вижу результаты достаточно хорошие, пациенты как бы благодарны, на самом деле. А я благодарю за этот интересный разговор, я лично узнала действительно кое-что новое, потому что в моей голове действительно было полно мифов, поэтому, Артём, я вас благодарю за программу. У нас в студии был специалист по лечебной физкультуре и кинезиологии Артём Старцев. Спасибо, до свидания. Спасибо, всего доброго, до свидания. Журнал «Спортивная физиотерапия и ортопедия номер 7», а также официальный ресурс Ассоциации кинезиологического тейпирования. ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.